Большинство улануденцев поддержали введение 7-часового рабочего дня. Такие результаты опроса среди жителей нашего города приводит портал Суперджоп. Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на 1 час. 54% мужчин и 58% женщин положительно относятся к такому предложению. Против инициативы 28% трудоустроенных жителей Улан-Удэ. Мы решили провести свой опрос на городских улицах и поинтересовались, как люди восприняли такую идею. Положительно относимся, потому что женщины, которые работают 8-часовой рабочий день, не хватает времени для детей. И садика забрать, да? Да, и садика забрать элементарно. В садике работают до 6, мы работаем тоже, допустим, до 6. Хорошо относимся к этому. Ну, как бы, если, просто у меня рабочий день с 8 до 5, из них вот час обед. Было бы с 9, вообще было бы прекрасно. Еще плюс живу очень далеко в 113. Это там час ты едешь до работы, вот в пробке встаешь, очень рано встаешь, чтобы к 8 успеть. Вот этот час, по сути, он ничего нам и не решит, много дел не переделаешь. Поэтому для меня пока, лично для меня, непонятна инициатива. Ну, если, конечно, это не влияет на размер заработной платы, это другой вопрос. Но, скорее всего, это будет влиять на заработную плату. Вот. Нужно работать норму, так я лучше скажу. Лучше норма. 8 часов? Да, скорее всего, лучше так, чтобы и по заработанному получили. У нас работы очень много, что 7-часовой рабочий день. Работу необходимо делать. Ну, я считаю, что 8 часов – это оптимальное количество времени, которое нужно на работе проводить. Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически. Почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось.